Чемпионат России по гребле на Байдарках и Каной завершился в Москве. Там собрались сильнейшие гребцы страны, которые вели борьбу за отбор на предстоящие чемпионаты континента и мира. На соревнованиях отличились приморские спортсмены. Звезда местной гребли Иван Штыль смог завоевать две золотые и одну серебряную медаль. Первое золото наш канаист выиграл вместе с Виктором Милантьевым на дистанции 500 метров в Каной двойке. Еще одну высшую награду Иван взял в паре с Александром Коваленко на 200 метровке. Серебром отметился приморец в одиночных заплывах на этой же дистанции. Стоит отметить и достижения других приморцев в параллельном зачете. Кира Степанова заняла первое место в байдарке двойке на 500 метровке и второе на дистанции в 200 метров. Николай Червов завоевал золотую медаль в байдарке на 5 километров. Также отметилась Алия Алмакаева, которая стала серебряным призером в Каной двойке на дистанции 500 метров. Третий этап РДС «Восток» завершился на Приморском кольце. На очередных соревнованиях по автомобильному дрифту сошлись 16 лучших пилотов из Владивостока, Благовещенска и Хабаровска. Как участники, так и зрители в преддверии гонок ожидали плохой погоды, однако заезды, вопреки прогнозам, прошли на сухом асфальте, что определенно уравняло шансы всех дрифтеров. В отличие от предыдущих этапов, в этот раз весь пьедестал заняли владивостокские гонщики. Первое место досталось Екатерине Седых, вторую строчку занял Роман Нехай, а закрыл тройку призеров Алексей Леньков. Что касается командного зачета, то в нем продолжает лидировать Тим Йокогама. Следующий, уже четвертый этап РДС «Восток» состоится в Хабаровске 15 и 16 июля. 15-летняя спортсменка из Приморья стала абсолютной чемпионкой мира по пауэрлифтингу. Встреча сильнейших людей планеты прошла в Минске. Там среди десятка участников смогла проявить себя Алина Рассамахина из Дальнегорска. Она завоевала серебряную медаль в приседаниях, золото в становой тяге и стала лучшей в троеборье. Помимо этого Алине в весовой категории 43 килограмма удалось установить три рекорда России и Европы, а также два рекорда мира. Рассамахина занимается пауэрлифтингом четыре года. Стоит отметить, что для приморской спортсменки это не первый крупный успех. В ноябре 2016 года Алина заняла второе место в первенстве России, а три месяца назад девушка стала чемпионкой Европы. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.